Привет, народ! С вами Александр и Роша, и сегодня у нас тренировка собак. Я вам давненько обещал сделать это видео, и вот только сегодня до него добрался. Как обычно, наш успокоимый, мой пикбультерьер Роша. Я вам покажу, как именно тренировать этих собак, чтобы за 15 минут собака была вымотанная, и было всё круто. Ну что, погнали! Ну что, народ, что для этого нам нужно, чтобы потренировать качественную собаку? Смотрите, у каждого дома есть обычная какая-нибудь старая удочка, да? Не более там. Какой-нибудь канатик, старенький носок, и всё. Больше нам ничего реально не надо. Посмотрите, что я сделал, да? Нашел старую удочку, которой давно не пользуюсь. Привязал с ней плотненько канатик, затянул. К этому канату я набил носками другими, тоже, обычно так же в носок, и так же затянул. И получилась вот такая штука. Сейчас приблизительно я вам покажу, как это работает, да? Направь, пожалуйста, да. Роша! Напутался весь. Сейчас, секундочку. Раскутаю собаку. И смотрите, мы начинаем его... Прыжи! Оп! Вот, всё, видите? Вот, вот, вот. Всё, собака уже начала работать. Теперь что нам надо для этого сделать? Нам надо отпустить собаку и начать тренироваться. Так что, вперёд! Ну чё, народ, отпускаем нашего пита. Народ вроде постепенно разошёлся, не так опасненько. Так что, погнали! Опа! Отпускаем! Блин! Так, стой! Ну чё, погнали! Что для этого нам делать? Мы начинаем дразнить. Вот, и погнали! Пошёл! Всё! Пошёл! Вот так вот мы тренируем нашу собаку, да? Гоняем его полностью. Давай! Удочка не тяжёлая, поэтому нам просто это делать. Разворачиваем. И вот так вот где-то 15 минут здесь тоже собаку не перетомить очень сильно. Особенно, если это первый раз. Вот таким способом мы тренируем наших собак. Ну как-то вот так вот сам запыхался. Это реально тяжело. А собака 10-15 минут приходит в очень усталое состояние. Вы приходите домой, она у вас ложится, начинает отдыхать, и ей больше же ничего не интересно. Пользуете прыжки, да? Найдите какую-нибудь очень высокую ветку и дразните собаку. Ну смотрите, чтобы, конечно, собака на эту ветку не доставала, да? Да, чтобы будут большие проблемы с соседями. Если соседи увидят, что вы подвешиваете вашу собаку на ветку и портите деревья, это будет реальная проблема. А если ветка будет высокая, ваша собака до нее достать не сможет, то и проблем, соответственно, никаких не будет. Народ, вы посмотрели, как я тренирую собаку, да? Теперь давайте разберемся приблизительно, сколько по времени и как мы это делаем. Ну смотрите, первое, да, начинаем мы где-то с 5 минут, не больше. Потому что реально от этого упражнения, называется удочка, собака реально очень сильно устает. Так что начинаем с 5 минут. И где-то в районе недельки мы ее гоняем, привыкаем, вот чтобы и сами привыкаем, что собака привыкала к физическим нагрузкам. И где-то по 5 минут, не более того, и все. В дальнейшем мы с вами увеличиваем нагрузку до 7-10 минут, 15 минут. И так постепенно мы прибавляем. Можем потом в дальнейшем даже делать 2 раза, где мы утром, допустим, и вечером смотрим по самочувствию собаки, как она работает. Ну, также не забываем про кормление, да? При таких интенсивных физических нагрузках нужно реальное кормление, нужны витамины. Так что про это обязательно не забываем. Ну что, народ, спасибо, что вы меня посмотрели. С вами был Александр Ироша. Подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайки. И мы будем вам делать еще новые и интересные видео с ним, со мной, а также с нашим Бубашечкой. Он тоже будет спортсмен. Ну что, всем спасибо, всем пока!